И всем привет! Меня зовут Биг Бро, и у меня есть для вас одна важная и приятная новость. Проекту Angry Neighbor исполнилось два года. Примерно два года назад Ярослав Безруков создал этот проект, и теперь совместно с другими разработчиками продолжают работать над ним, выпускают новые обновления, которые меняют игру. Я очень благодарен им, ведь этот проект — сокровище среди подобных клонов Google Play, и я очень рад, что его не забросили, а продолжают обновлять. Проект Angry Neighbor имеет богатую историю версий, каждая из которых уникальна. В каждой из них были свои вещи, секреты и пасхалки, которые менялись, либо исчезли из игры навсегда. В сегодняшнем видео я подобрал несколько вещей, о существовании которых вы, возможно, не знаете, и даже не догадывались, что такое когда-то вообще было в Angry Neighbor. Ну а если же вы про это знали, то напишите об этом в комментариях. Посмотрим, сколько нас, кто знает об этом и помнит. Ну что же, начнем. Изначально, проект назывался Angry Neighbor Hello From Home. Такое название было у игры примерно три месяца, с момента ее выхода в Google Play. Потом Ярослав Безруков его сократил, так как, по его мнению, оно было слишком длинным. Действия, происходящие в игре, возможно, разворачиваются в 1985 году. В одной группе по проекту Angry Neighbor был пост, где один человек интересовался, в каком же году происходит действие в игре. Он обратил внимание на ретро-автомобиле, который есть в игре, и высказал свои догадки насчет года. В комментариях под постом Ярослав Безруков ответил, что действие игры происходит в 1985 году. Точнее, он ответил лишь одним числом, но несложно догадаться, что он имел в виду. Но достоверна ли эта информация? Что думаете по этому поводу? Angry Neighbor, альфа-версия, 1.03, ремонтный билд 220. На тот момент в игре был подвал. Сейчас же в версии 3.2 это чердак. Так вот, в данной версии, когда мы открываем подвал, нас встречает одна из новых концовок, которые были раньше в игре. Концовка не похожа на ту, что была в версии 0.3 или в версии 2.6 и в более ранних версиях. После того, как мы открываем дверь, вход в подвал становится белым. Взаимодействовать с ним мы никак не можем. У меня есть предположение, что Ярослав Безруков хотел сделать в этом месте скрипт, который переносил бы игрока на другую локацию. Но возникли проблемы, либо Ярослав Безруков придумал что-то новое. И реализовать это он не решил. И убрал. Angry Neighbor, альфа-версия, 1.8, билд 238. В данной версии есть несколько уникальных вещей. Конечно, они были доступны еще в альфа-версии 1.07, билд 227, но я решил взять версию новее. Так вот, разберем все по порядку. В данной версии, в меню, нам доступен выбор мира. Или же другими словами, локации. Карты. Всего их три. Обычная. Это карта, которая используется в настоящее время. Только хорошо обновлена. Старая карта. Из версии 0.3 и 0.4. И тестовая карта. Нас интересует тестовая и обычная карта. Начнем для начала с тестовой карты. Сейчас вы видите конструкцию, которая находится на ней. Можно сделать вывод, что Ярослав Безруков работал над новой картой. И эта конструкция лишь заготовка для нее. Поэтому карта и называется тестовой. Можно подумать, что это ошибка. Ярослав Безруков не планирует ее показывать другим. Но забыл убрать заготовку из игры. И опубликовал вместе с ней в Google Play. Даже два раза. Так как она была еще в версии 1.07. Но это маловероятно. Также не исключено, что этой заготовкой Ярослав Безруков хотел показать ценителям его проекта, как сложно работать над игрой и выпускать новые обновления. Еще можно сказать, что этой конструкции Ярослав хотел проявить любопытство со стороны ценителей проекта, сделав эту карту пасхалкой, чтобы другие думали, что будет там в дальнейшем, строили догадки и предположения. Теперь перейдем к обычной карте. Помимо кухни, будущей комнаты с манекенами, в основном нас интересует подвал и гараж. Как только мы появились на локации, нужно обратить внимание на гараж. Как с внешней стороны, так и проверив его изнутри. После этого начинаем проходить игру. После того, как мы открываем подвал, нас встречает кирпичная стена, с прикрепленным на ней листком бумаги. Кстати, он похож на листок из старого трейлера игры Angry Neighbor, на котором была изображена подкова и огонь. Только здесь этого нет. Кирпичная стена с листком – это концовка игры. Теперь мы идем к гаражу и открываем его. Вместо входа там теперь находится кирпичная стена. Идем ко второму входу, и там тоже кирпичная стена. Разбить кирпичную стену мы никак не можем. Теперь выходим на улицу и видим, что дверь гаража закрыта досками, хотя в начале игры такого не было. В гараже после этого все так же пусто. В начале игры мы можем там запереть соседа. И после прохождения он останется там навсегда. Кстати, мы даже можем увидеть сам процесс. Как появляется кирпичная стена. Так и непонятно, зачем Ярослав Безруков это сделал. Но теперь мы видим, что и такое раньше было в игре. Angry Neighbor Pre-Release 2.1 Build 573 Данная версия уникальна тем, что в ней, своими новыми возможностями и анимацией, сосед наконец стал похож на живого человека. Если раньше он был просто текстурой с несколькими скриптами, то теперь у соседа их стало больше. Он может ходить по дому. Появилась анимация его ходьбы. Появилась анимация бега. Теперь сосед может возвращаться к себе домой, если срабатывает скрипт, когда из его поля зрения пропадает главный герой. Это был большой шаг в дальнейшем развитии проекта. Вот такие вещи, возможности, пасхалки и секреты были доступны в ранних версиях проекта Angry Neighbor. А с вами был я, Биг Бро. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok